Каждой поясе нужен свой герой, способный побеждать зло. Кто? Кто, я вас спрашиваю, воплотил в себе утонченность Геракла? Интеллект Фетформоса и прозорливость Циклопа. Кто это? Супермен? Бэтмен? Или может быть Майкл Джексон? Это Майкл Джексон. Нет, это Гэтмен. Герой нашего времени. Чип и Дейл нового линоле... миллениума. Слушайте прямо сейчас. Я и древесина. Начало третьего тысячелетия. Вторник. Вторая швейцарско-киргизская война еще не началась. Однако полчища зловещих электронных макаронных изделий уже совладели большей частью Гетхима. Пришло время героя. Гэтмен, твоя очередь? Нет, передо мной еще женщина с сумками занимала. Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас на нашем телешоу «Сделай себя сам». Гэтмен пристально наблюдал за ведущим этого шоу. Огромным бородачом с кожаной плеткой наперевес и в кожаных трусах на босу ногу. Его звали Карабас пару раз. Не, мне кажется, пару раз не Карабас. А сейчас гость нашей студии, Монте Папа Карло, не слезая с полена, покажет, как прострогать 38 буратин и одно буратинское крылышко. Ага! Смотрите, Папа Карло обстругался! То, что произошло потом, оставило неизгладимый след на штанах у зрителей. Девушка, давайте протру. Ага! Из мрачных глубин папиного полена явился, не забылился, буратина. Деревянный терминатор. Ему нужна была Сара Коннор. Горба Коннор. Ну, подошла бы и Циля Цукер Торт. Помочь бедной женщине мог лишь супергерой. Ведь все знали, что Гетьман паразит. Паразит? А, паразит врага своей супер-мощочкой. А попробуй-ка вот это. Че? Нет, серьезно, не стесняйся, попробуй. Что это с ним? Уже в падении буратинатор спросил. Что ты мне дал из этой бочки? Кисло-капуста, бэби. Так, благодаря Гетьману, еще у одного монстра нарушился кислотно-капустный баланс. Проблема утечки деревянных мозгов была решена. А то, что произошло, останется в памяти благодарных потомков, как битва за Буратино 2. А почему 2? Давай 3 темного и тараньку. Далее Будэ.